перед вами три экзопланеты вот экзопланета смерть риос она находится на расстоянии 257 световых лет от земли в созвездии геркулеса а это x1b она удалена от нас на 630 световых лет обитает в созвездии северная корона на расстоянии 1030 световых лет в созвездии андромеда расположилась экзопланета вас 1b все эти экзопланеты находятся далеко от солнечной системы в совершенно разных местах и вращаются вокруг разных звезд однако у них есть много общего втроем они входят в класс экзопланет которые называются горячие юпитеры потому что все они массивные газовые гиганты с массой юпитера и больше находится очень близко к своим звездам на порядок ближе чем меркурий к солнцу а из-за столь близкого расстояния к светилу они еще и очень сильно разогреты температура их поверхности достигает 2300 кельвинов это самый распространенный тип газовых экзопланет на сегодняшний день здесь давайте сделаем небольшое отступление и напомним экзопланета это любая планета нашей галактики за пределами солнечной системы газовые каменистые это все экзопланеты напоминаю потому что как выяснилось не все до сих пор знают об этом а теперь давайте вернемся в нашу родную солнечную систему она построена по удивительно четкой схеме судите сами маленькие каменистые планеты меркурий венера земля и марс ближе к солнцу большие газовые планеты юпитер сатурн уран и нептун подальше от нашей звезды разделяет эти две условные области системы пояс астероидов казалось бы этому есть простое объяснение по мере формирования звезды интенсивная энергия и и новообразованного звездного ветра имела тенденцию выталкивать более легкие элементы такие как водород и гелий во внешней области зарождающейся системы оставляя после себя только скалистый материал элементы потяжелее возникает соблазн представить что и большинство звездных систем будут следовать аналогичной схеме и во внутренней ее части будут находиться скалистые миры а во внешней газовые но вы видите разницу между теми далекими звездными системами и нашей солнечной у большинства обнаруженных телескопами экзопланетных систем все совсем не так как у нас газовая экзопланета вдали от своей звезды довольно необычное явление больше похоже на то что наша солнечная система скорее исключение нежели норма она не такая как все а наш юпитер самая крупная планета системы самая загадочная из самой интригующей его загадкой является место образования один из способов классифицировать экзопланеты по энергии которую они получают от своей звезды горячие миры такие как меркурий и венера теплые возможно обитаемые миры такие как земля и марс и холодные экзопланеты такие как юпитер и другие ограничение для конкретной системы зависят от энергии производимой конкретной звездой но это дает хорошее представление о ближних средних и дальних экзопланетах в нашей солнечной системе все газовые планеты являются как раз холодными мирами стопроцентный показатель а вот среди всех обнаруженных и подтвержденных экзопланет ситуация обстоит совсем иначе там менее 20 процентов газовых миров холодные преобладают все те же горячие юпитеры но подождите как же вообще можно обнаружить экзопланету ведь они так далеко да и родительские звезды светят очень ярко на сегодняшний день существует несколько методов обнаружения но мы выделим два из них транзитный метод вращаясь экзопланета проходит перед своей звездой частично ее закрывая размеры внесолнечного мира значительно меньше своих звезд что и понятно транзитный метод наиболее так сказать плодотворный по числу открытых экзопланет лидер по открытиям космический телескоп кеплер который работал используя этот метод доплеровский метод допустим у какой-нибудь звезды есть своя экзопланетная система тогда она вместе со всеми своими объектами вращается вокруг общего центра масс и экзопланета или экзопланеты так сказать раскачивают звезду отсюда вытекают и ограничения слишком легкие миры естественно не влияют на движение своих звезд практически а при больших радиусах обращения и сам эффект от вращения тяжелой планеты тонет в шумах своей звезды есть еще метод периодических пульсаций метод гравитационного линзирования астрометрический метод и конечно же есть прямое наблюдение экзопланет каждый из этих методов далек от идеала и у каждого из них есть свои недостатки об этом как-нибудь в другой раз поговорим но даже если принять во внимание всю предвзятость выяснится что горячие юпитеры встречаются гораздо чаще холодных есть некоторые наработки почему в космосе происходит такое притеснение холодных миров в молодой звездной системе планеты формируются внутри протопланетного диска который в основном представляет собой субстанцию из газа и пыли газ по крайней мере частично ионизирован поэтому он взаимодействует с магнитным полем центральной звезды из-за столкновений скопления пыли внутри диска также возникает турбулентность физики такую систему можно описать с помощью дисциплины магнитная гидродинамика уравнение такой системы чрезвычайно трудно анализировать но с помощью современных суперкомпьютеров удалось обнаружить некоторые общие тенденции планеты с малой массой не сильно нарушают общую структуру протопланетного диска их взаимодействие с диском вызывает так называемую спиральную волну плотности внутри этого диска одна волна движется по спирали внутрь в ведущем направлении движения планеты а другая волна по спирали направляется наружу на задней кромке поскольку сопротивление внешней спирали обычно больше чем сопротивление внутренней планета будет стремиться довольно быстро приблизиться к звезде это известно как миграция планет первого типа для планет с большой массой больше десяти масс земли или чуть меньше массы урана и нептуна не только индуцируются волна плотности но и сама планета создает разрыв в протопланетном диске обратите внимание сейчас на правую часть изображения это означает что хотя чистое внутреннее сопротивление все еще существует она значительно меньше таким образом во время своего формирования планета будет постепенно двигаться внутрь это известно как миграция планет второго типа есть еще третий тип миграции планет но нам он сейчас не подходит заметьте в двух этих типах конечный эффект состоит в том что планеты образованные в диске будут стремиться двигаться к звезде и поэтому близкие к светилу горячие гиганты являются обычным делом но тогда почему же наш юпитер сформировался так далеко от солнца согласно все той же компьютерной модели вероятно юпитер начал формироваться примерно на том месте где нынче расположился марс из-за сил сопротивления ранней солнечной системы он было дело мигрировал к солнцу возможно в пределы современной орбиты венеры и если бы не гравитационное взаимодействие сатурна быть нашему большому брату горячим юпитером две планеты вошли в гравитационный резонанс при котором юпитер совершил три обращения на каждые два у сатурна этот резонанс 2 к 3 постепенно вытеснил обе газовые планеты во внешнюю часть солнечной системы последующие взаимодействия также вытеснили наружу и уран с нептуном путешествие юпитера через внутреннюю часть солнечной системы объясняет почему в ней нет горячих газовых миров это также объясняет почему у нас нет и супер земли супер земля это класс каменистых экзопланет масса которых превышает земную от 1 до 10 масс но в то же время значительно меньше массы газовых гигантов такие миры очень часто встречаются в других звездных системах а у нас получается путешествие юпитера вычистила все молодые супер земли из внутренней части солнечной системы не дав им даже шанса на формирование наши же нынешние каменистые миры меркурий венера земля и марс начали формироваться позже и поэтому оказались намного меньше чем супер земли мы недаром рассматривали методы обнаружения экзопланет здесь есть одна маленькая деталь они могут пока что наблюдать только крупные массивные миры зачастую это и получаются газовые гиганты до супер земли а все потому что их легче обнаружить нежели маленькие размером с марс или меркурий поэтому и статистика в пользу них такая сокрушительная нам еще предстоит открыть немало экзопланет и обнаружить много удивительных миров соответственно и методы будут совершенствоваться вот только никакая статистика не отменяет тот факт что газовые гиганты чаще расположены гораздо ближе к своим звездам чем гиганты в нашей солнечной системе напоследок версии о миграции юпитера по солнечной системе довольно много мы же рассказали сегодня о той которая наиболее логично на наш взгляд основана на наблюдениях других звездных систем их образования но если вы с этой версией не согласны напишите свою в комментариях до новых интересных встреч открытие новой экзопланеты сегодня больше не является важной новостью разве что астрономы обнаружат какую-то новую уникальную из разряда вау а как это вообще возможно а так это уже обыденность ведь с момента обнаружения первой планеты вне солнечной системы прошло уже практически 25 лет и на данный момент число найденных экзопланет приближается к 6 тысячам включая неподтвержденные в общем наелись другое дело спутники внесолнечных планет экзолуны вот их пока еще не обнаружили хотя они могут быть намного интереснее самих экзопланет если в нашей солнечной системе есть планеты у которых семь спутников размером с луну и больше его европа ганимет калисто титан тритон ну и конечно сама луна то наверняка вы экзопланет тоже есть свои экзолуны спутники экзопланет интересны тем что на них возможно жизнь даже если планета гигантская и сама по себе никак для жизни не приспособлена например найдено довольно много экзопланет гигантов в зоне обитаемости если у них есть достаточно крупные спутники то почему бы на них не возникнуть жизни спутник планеты не может вращаться вокруг нее на любом расстоянии размер орбиты ограничен сверху так называемой сферой хилла вне которой спутник покидает поле тяготения планеты и становится самостоятельным спутником звезды чуть дальше располагаются точки лагранжа l1 и l2 куда выводят космические телескопы рекордный в солнечной системе радиус хилла у нептуна около 100 миллионов километров размер орбиты ограничены снизу на слишком тесной орбите спутник разрывается тяготением планеты и превращается в подобие колец сатурна этот предел называется зоной роша суть его в том что приливные силы превышают самогравитацию спутника предел роша зависит от жесткости последнего если спутник может деформироваться как жидкость то предел роша почти в два раза больше все спутники солнечной системы находятся вне жесткого предела роша но некоторые благополучно существует и внутри жидкого например пять ближайших спутников сатурна для самых горячих юпитеров радиус сферы хилла близок пределу роша спутников у них заведомо существовать не может но существуют и другие механизмы неустойчивости орбит спутников действующие поблизости от звезды так что вероятность существования спутников у планет с периодом обращения до 10 20 дней в течение миллиардов лет пренебрежимо мало но нас больше всего интересуют спутники планет в зоне обитаемости там их орбиты могут быть устойчивы в течение многих миллиардов лет но как же найти спутники экзопланет есть несколько вариантов один из них тесно связан с размерами спутника если судить по солнечной системе то типичное соотношение суммарной массы спутников и массы планеты один к десяти тысячам это выполняется для системы юпитера сатурна с небольшим превышением за счет титана и урана у марса и нептуна масса родных спутников меньше тритон нептуна не родной это захваченный объект пояса койпера видимо такое соотношение естественно преобразование спутников из пылевого диска вокруг планеты луна отдельный разговор ее масса на два порядка выше типичная массы спутников что говорит в пользу версии ее образования в результате катастрофического столкновения тогда мы вправе ожидать что масса спутников супер юпитеров с десятью юпитерианскими массами а таких обнаружено немало будет порядком массы марса такое тело вполне может быть заметно при транзите планеты сначала звезду затмевает спутник потом уже сама планета эффект от спутника будет в сто раз меньше но при хорошей статистике транзитов планета много раз пересекает диск звезды он может быть более менее надежно выявлен конечно спутника может оказаться и захваченная планета в этом случае он может быть существенно больше но вряд ли кто способен сказать какова вероятность найти аномально большой захваченный объект другой вариант тайминг транзитов если спутник опережает планету в движении по орбите вокруг звезды транзит планеты наступают чуть позже а если отстает чуть раньше например если все спутники юпитера собрать в один и поместить на место ганимеда то смещение юпитера составит плюс минус сто километров что выражается в задержке опережение транзитов на четыре порядка меньше времени транзита это далеко за пределами точности измерений спутник должен быть аномально большим в общем этот метод слабее предыдущего спутники экзопланет в принципе не могут быть обнаружены спектрометрическим методом по лучевой скорости звезды здесь все мыслимые эффекты от спутника пренебрежимо малы остается метод гравитационного микролинзирования но он основан на редком везении если фоновая звезда не хозяйская а далекая на заднем плане пройдет точно за планетой со спутником то тогда в кривой блеска этой звезды появятся несколько пиков в целом наиболее перспективен первый из перечисленных методов транзит спутника он требует очень большого массива наблюдений такой массив существует это архивные данные кеплера кеплер проработал по основной программе 4 с небольшим года маловато конечно чтобы надежно выявлять транзиты спутников в зоне жизни но лучших данных пока что не существует в настоящий момент следы спутников надо искать там и вполне возможно что один такой спутник уже найден первый намек на спутники был найден у планеты с вот таким кодовым названием это гигантская планета массой 20 юпитерианских на грани с бурым карликом транзиты показали что у нее огромная система колец у колец есть щели а в щелях должны сидеть спутники именно они эти щели выедают это все никакой другой информации об этих спутниках нет еще один спутник найден по микро линзирование у планеты сироты свободно летящий в пространстве сказать что-то о массе планеты и спутника трудно это может быть бурый карлик с обращающимся вокруг него нептуном то есть газовым гигантом а это уже крайне сомнительно для спутника в 2012 году астрономы пулковской обсерватории объявили о возможном открытии спутника у экзопланеты вас под 12b это очень горячий юпитер обращающиеся вокруг своей звезды за один день во время транзита планеты наблюдались всплески яркости что по мнению авторов наблюдений можно интерпретировать как прохождение экзопланеты по звездным пятнам или как спутник периодически сливающийся с ее диском для поиска экзолун в данных кеплера был организован специальный проект команда проекта хорошо перетряхнула данные и похоже вытащила оттуда некоторую полезную информацию правда не очень оптимистическую с одной стороны обнаружено указание на спутнику планеты кеплер 1625 by статистическая значимость довольно малая учитывая большое количество исследованных экзопланет хуже того в том же исследовании у планеты одной из звезд найден антиспутник то есть сигнал обратного знака с той же значимостью понятно что этот сигнал ложный так как естественных явлений имитирующих антиспутник попросту не существует причем у планеты наблюдалось всего три транзита и достаточно убедителен лишь один из них если эффект подтвердиться это будет спутник размером с нептун у планеты массой минимум 10 масс юпитера масса оценивается по орбите предполагаемого спутника а это уже соответствует захваченной планете спутник с планеты находятся в зоне жизни обогрев точно такой же как у земли орбита предполагаемой планеты стабильно лежит глубоко внутри сферы хила и далеко вне предела роша авторы не настаивают на открытии и заказали наблюдение кеплер 1625 by телескопом хаббл она состоялась в 2017 году однако с тех пор никаких опубликованных сведений нет а значит нет результата еще одно разочаровывающее наблюдение получено методом сложения транзитов многих планет из базы данных кеплера были отобраны три с лишним сотни экзопланет которые наиболее перспективны для поиска спутников среди критериев размер орбиты между 1 и 0,1 астрономической единицы и хорошее качество данных в качестве искомого эффекта выявлялось затемнение звезды от аналога галилеевых спутников планеты то есть масштабированных по размеру планеты аналогов галилеевых спутников юпитера в данном случае бралась сумма кривых блеска по всем транзитом всех планет выборки увы положительный сигнал слишком мал и результат ставит научно значимый верхний предел на распространенность крупных спутников доля планет с аналогом галилеевых спутников не превышает 0,38 на уровне достоверности 95 процентов похоже недостача спутников экзопланет по отношению к спутникам юпитера вполне реальна наиболее простое объяснение население крупных экзопланет внутри одной астрономической единицы у звезд класса солнце это скорее всего мигранты из более дальних областей что делается со спутниками планет при миграции вполне возможно они теряют устойчивость что ж выводы неутешительные и совсем уж не внушают оптимизма тогда получается тема исчерпана и никому из нас не светит найти экзолуны да ничего подобного во первых любые работы надо повторять для проверки во вторых это огромный объем работы который не под силу одной команде кстати данные находятся в свободном доступе ну а в третьих будущее за наукой поэтому обязательно появятся новые телескопы для наблюдений с более расширенными возможностями а может быть появятся даже новые более удачные методы обнаружений ну а пока мы можем только мечтать и представлять те виды которые открываются там на поверхности планета гигант доминирующая в небе видимая и ночью и днем а также сама звезда а может быть даже несколько звезд освещающих всю систему пока мы можем лишь фантазировать рассматривая рисунки художников ну или пересмотреть фильм аватар например но кто знает как будет дальше может быть когда-нибудь мы сможем все это увидеть своими глазами вселенная наполнена загадками и тайнами которые не дают покоя ученым одна из них расположена в нашей родной галактике сегодня поговорим о таинственных пузырях ферми чье поведение и природа вызывают множество вопросов все началось с того что ученые в 2010 году решили использовать космический телескоп гамма излучений ферми запущенные на орбиту нашей земли двумя годами ранее с помощью этого чуда аппарата рассматривали наш млечный путь и обнаружили два необычных пузыря гигантских сгустка которые сконцентрировались в ядре галактики они очень необычны так как простираются не вдоль рукавов млечного пути а над и под диском галактики причем и в размерах эта штука впечатляет гигантские структуры вытягиваются в обе стороны суммарно на 50 тысяч световых лет кто не знает как раз в ядре нашего млечного пути расположена сверхмассивная черная дыра которую называют стрелец а со звездочкой в общем-то это хорошая черная дыра нынче она пребывает в спокойном состоянии не шалит но и расслабляться не советуют говорят лет 300 400 назад она была дела разгулялась но потом передумала но если вдруг ей снова захочется поактивничать никто ее не остановит уж поверьте и мало не покажется всей галактике так что лучше оставим ее в покое пусть себе дремлет лучше вернемся к пузырям они-то как раз и насыпали ученым полную авоську загадок что же это такое из чего состоят и откуда взялись вы не думаете что раздуть гигантские газовые пузыри в космическом пространстве это легкое дело вовсе нет на это уходит невероятное количество энергии типичной галактике будет сложно выдуть горячий газ на 25 тысяч световых лет в одну сторону мы помним что эти структуры выдуваются над и под галактическим центром именно поэтому ученые подозревают что в этом процессе принимает самое непосредственное и активное участие вышеупомянутая сверхмассивная черная дыра стрелец а со звездочкой представьте себе что однажды она решила плотно пообедать каким-нибудь крупным объектом однако падающий на черную дыру материал нагрелся развернулся в сложном потоке электрических и магнитных сил и умудрился вырваться из объятий горизонта событий так и не оказавшись на обеденном столе у стрельца а со звездочкой знаю знаю это весьма спорно и вырваться из горизонта событий это нереально но все-таки данный процесс возможен что и было доказано еще в начале прошлого десятилетия так вот этот выброшенный материал выкарабкался из галактического центра и выстрелил в виде струй разогнавшись почти до скорости света и сегодня мы наблюдаем как эти выброшенные частицы растеклись в виде пузырей сохранив свое энергетическое состояние но с другой стороны что же это тогда за крупные объекта такой это же насколько ему нужно быть крупным чтобы помочь в образовании таких огромных структур слабо верится поэтому совсем недавно появилась другая дополненная версия предполагают что это был взрыв катастрофического масштаба высвободивший энергию примерно в миллион раз большую чем выбросить солнце за все 10 миллиардов своей жизни взрыв был слишком велик чтобы быть вызванным чем-либо иным кроме ядерной активности связанной с черной дырой и вроде как дело было около трех-четырех миллионов лет назад с помощью космического телескопа хаббл пытались найти отпечатки этого взрыва которые должны находиться в еще одном странном и таинственном длинном образовании известном как магелланов поток собственно взрыв и породил два гигантских и расширяющихся пузыря это явление известно как сейфертовская вспышка взрыв невероятной мощности ударил в магелланов поток это такой длинный шлейф газа идущий от соседних карликовых галактик называемых большими и малыми магеллановыми облаками магелланов поток находится примерно на расстоянии 200 тысяч световых лет от млечного пути глядя на другие галактики вполне вероятно что наша собственная пережила и не одно такое событие а мы сейчас видим доказательства самого последнего если все было так то представьте что эта вспышка стала бы разрушительной для всех обитаемых планет в радиусе как минимум трех тысяч световых лет от центра галактики однако здесь на земле а это намного дальше все обошлось но зрелище наверняка было просто потрясающим допускается и вариант что стрелец а со звездочкой вообще не имеет к этому никакого отношения а винить стоят десятки и сотни плотно расположенных звезд возле галактического ядра возможно ни один из этих вариантов не отображает реальность и исследователи просто бродят в потемках но с другой стороны пузыри ферме как-то же появились и нам жуть как охота понять механизм и уникальность данного явления некоторое время с момента открытия пузыри ферме невозможно было рассмотреть в видимом диапазоне сами по себе это горячие структуры но газ у них тонкий из-за чего практически не отображается в обзорах но в 2020 году пока мы сидели на карантине и наблюдали за тем как мимо проходят очередные планы на лето ученые без дела не сидели и в обсерватории сера то лоло впервые наблюдали эти расширяющиеся пузыри в видимом диапазоне света движение газа меняет длину волны света при движении в нашу сторону он кажется голубым а удаляясь становится красным свечение испускал газообразный водород который был электрический заряжен или ионизирован объясняют это достаточно просто внутри пузырей газ движется наружу в результате чего меняется длина волн света сдвиг длины волны позволил и точно определить скорость расширения газа в одном пузыре газ стремится наружу со скоростью около 220 километров в секунду и кстати примерно ту же скорость получили исследователи во время предыдущего измерения с использованием ультрафиолета пузыри ферме подбросили и еще одну загадку нейтринная лаборатория ice cube расположенная на антарктической станции амундсен скот зафиксировала в пузырях сверхэнергетические нейтрино это сильный намек на то что внутри пузырей происходят какие-то невероятные субатомные процессы и не исключено что в них в этих процессах принимают участие космические лучи по сути это электроны и некоторые более тяжелые элементы порой космические лучи контактируют выпуская нейтрино это почти лишенная массы частицы контактирующая с другими частицами через слабую ядерную силу и почти никогда не взаимодействует с обычной материей для того чтобы найти нейтрино обсерватория ice cube используют довольно интересный подход они берут кубический километр чистого антарктического водяного льда периодически нейтрино проходят через лед и контактируют с молекулой воды за счет этого формируется цепная реакция приводящая к потоку более известных частиц и яркой световой вспышки и так что же это за таинственный процесс такой который создает экзотические нейтрино внутри пузырей ферми а может быть это всего лишь совпадение они и три на приходят из отдаленной части вселенной проходят через пузыри и просто сбивают всех с толку здесь на радость всем скептикам и противникам науки есть только гипотезы в первой протоны внутри пузырей периодически сталкиваются создавая другие экзотические частицы пионы которые в свою очередь быстро распадаются в гамма-лучи во втором варианте поток высокоэнергетических электронов контактирует с реликтовым излучением переводя некоторые фотоны в гамма-лучи в третьей гипотезе ударные волны на внешних краях пузырей используют магнитные поля которые разгоняют местные частицы до больших скоростей заставляя их высвобождать космические лучи к сожалению пока ни один из вариантов или их комбинаций не соответствует всем наблюдениям поэтому ученые как и 10 лет назад все еще не понимают что же создает пузыри ферми и почему те начали высвобождать гамма-лучи но зато ученые знают что нужно делать чтобы разобраться в вопросе и разгадать наконец эти загадки пузырей в центре нашей галактики а поможет им в этом все та же обсерватория серра то лоло это прекрасное место где собраны замечательные чувствительные телескопы разных диаметров и назначений именно в этой обсерватории будут проводиться дальнейшие наблюдения которые могут объединить и с уже существующими наблюдениями хаббла в будущем обсерватория сможет отслеживать выбросы связанные с пузырями ферми как пространственно так и кинематически в больших масштабах так что возможно однажды мы наконец узнаем что же произошло несколько миллионов лет назад в центре млечного пути и почему сформировались эти гигантские пузыри ну а вы теперь точно знаете что наша галактика не так проста как может показаться до новых интересных встреч существует несколько способов образования черных дыр от коллапса ядра сверхновой до слияния нейтронных звезд с коллапсом огромного количества вещества есть черные дыры нижнего предела которые могут иметь две с половиной три массы солнца а есть сверхмассивные черные дыры их масса превышает массу 10 миллиардов солнечных это верхний предел черных дыр и как правило они находятся в центрах галактик у тех кто интересуется или изучает эти космические сферы возникает множество вопросов например насколько черные дыры могут быть стабильны какая черная дыра иссякнет 1 большая сверхмассивная или маленькая нижнего предела существует ли критический размер для стабильности черной дыры мы подыскали для вас подходящий материал давайте порассуждаем черная дыра массой 10 в 12 степени килограммов может быть стабильной несколько миллиардов лет но черная дыра в диапазоне массы 10 в пятой степени может взорваться за секунду и ее уж точно нельзя назвать стабильной нужна пресловутая золотая середина при которой приток материи будет равен излучению хокинга первое с чего нужно начать это стабильность самой черной дыры у любого другого объекта во вселенной астрофизического или иного существуют силы удерживающие его вместе против вселенной которая пытается его разорвать атом водорода представляет собой крепкую структуру один единственный ультрафиолетовый фотон может уничтожить ее ионизировав электрон для разрушения атомного ядра нужна более высокоэнергетическая частица вроде космического луча ускоренного протона или гамма лучевого фотона но у больших структур вроде планет звезд или даже галактик гравитационные силы которые их удерживают колоссально огромны как правило для разрыва такой мега структуры нужно либо термоядерная реакция либо невероятно сильное воздействие гравитации извне например от проходящей мимо звезды черной дыры или галактики впрочем случае с черными дырами все совсем не так масса черной дыры вместо того чтобы распределяться по объему сжимается в сингулярность у не вращающейся черной дыры это одна точка с нулевой размерностью у вращающейся черной дыры дела обстоят не намного лучше бесконечно тонкая одномерное кольцо кроме того все содержимое из массы энергии в черной дыре находится в пределах горизонта событий черные дыры это единственные объекты во вселенной у которых есть горизонт событий граница преодолев которую невозможно вернуться никакое ускорение а значит и никакая сила не сможет вытащить материю массу или энергию из горизонта событий за его пределы это означает что черные дыры сформировавшись любым способом из возможных могут только расти и никогда не будут уничтожены и они растут неумолимо и безостановочно мы наблюдаем всевозможные явления во вселенной квазары блазары активные ядра галактик микроквазары звезды не испускающие никакого света рентгеновские и радио всплески из галактических центров но все они приводят нас к черным дырам определяя их массы мы пытаемся узнать и физические размеры их горизонтов событий все что сталкивается с ним пересекает его или даже задевает неизбежно упадет внутрь и затем благодаря сохранению энергии увеличится и масса черной дыры этот процесс происходит с каждой черной дырой известной нам материал из других звезд космическая пыль межзвездное вещество газовые облака даже излучение и ней три на оставшиеся от большого взрыва все отправляется туда любая материя сталкиваясь черной дырой увеличивает ее массу рост черных дыр зависит от плотности вещества и энергии окружающих черную дыру монстр в центре нашего млечного пути растет на скорости одна солнечная масса в 3000 лет а вот например черная дыра в центре галактики сомбреро растет еще быстрее одна солнечная масса в 20 лет чем больше и тяжелее черная дыра в среднем тем быстрее она растет в зависимости от встречаемого материала со временем темпы ее роста замедляются но поскольку вселенной всего около 13 целых и 8 десятых миллиарда лет черные дыры прекрасно растут с другой стороны черные дыры не просто растут со временем есть также процесс их испарения излучение хокинга связано это с тем что пространство сильно искривлено вблизи горизонта событий но распрямляется при удалении если находиться на большом расстоянии можно увидеть незначительное излучение испускаемое из искривленной области рядом с горизонтом событий связано с тем что квантовый вакуум имеет разные свойства в разных криволинейных областях пространства конечным результатом является то что черные дыры испускают тепловое излучение черного тела в основном виде фотонов во всех направлениях вокруг себя в объеме пространство которое в основном заключает около 10 радиусов шварцшильда в месте расположения черной дыры им может показаться странным но чем меньше черная дыра тем быстрее она испаряется излучение хокинга невероятно медленный процесс при котором черная дыра с массой нашего солнца испарится через 10 в 64 степени лет черная дыра в центре нашего млечного пути через 10 в 87 степени лет а самые массивные во вселенной через 10 в сотой степени лет черная дыра с массой земли великой пирамиды в гизе 6 миллионов тонн около тысячи лет с массой empire стоит билдинг около месяца ну а с массой обычного человека пика секунду чем меньше масса тем быстрее испаряется черная дыра насколько нам известно вселенная может содержать черные дыры невообразимо разных размеров если бы она была наполнена легкими черными дырами до миллиарда тонн все они испарились бы к сегодняшнему дню нет никаких данных о том что существуют черные дыры с массой между этими легкими и теми что рождаются в процессе слияния нейтронных звезд в теории они имеют массу в две с половиной солнечных выше этих пределов рентгеновские исследования указывают на существование черных дыр в диапазоне 10 20 солнечных масс обсерватория лига показала черную дыру от 8 до 62 солнечных масс и конечно находят сверхмассивные черные дыры повсюду во вселенной сегодня все существующие черные дыры набирают материю быстрее чем теряют вследствие излучения хокинга черная дыра солнечной массы теряет около 10 28 джоуэля энергии каждую секунду но если учесть что даже у одного фотона реликтового излучения в миллион раз больше энергии 411 таких фотонов на кубический сантиметр пространства осталось после большого взрыва они движутся со скоростью света сталкиваясь 10 триллионов раз в секунду в каждом кубическом сантиметре то даже изолированная черная дыра в глубинах межгалактического пространства будет ждать пока вселенная не повзрослеет до 10 в 20 степени лет в миллиард раз больше ее текущего возраста прежде чем скорость роста черной дыры упадет ниже темпа излучения хокинга предположим вы живете в межгалактическом пространстве вдали от обычной материи темной материи вдали от всех космических лучей звездного излучения и нейтрина и у вас только фотоны оставшиеся от большого взрыва насколько большой должна быть ваша черная дыра чтобы скорость испарения излучения хокинга и поглощение фотонов вашей черной дырой рост уравновесили друг друга ответ получается в районе 10 в 23 степени килограммов то есть примерно с массу планеты меркурий если бы меркурий был черной дырой он был бы пол миллиметра в диаметре и излучал бы примерно в 100 триллионов раз быстрее чем черная дыра солнечной массы именно с такой массой в нашей вселенной черная дыра поглощала бы столько же микроволнового излучения сколько теряла в процессе излучения хокинга но это был пример если вам нужна реалистичная черная дыра вы не сможете изолировать ее от оставшейся материи во вселенной черные дыры даже будучи выброшенными из галактик все еще пролетают через межгалактическую среду сталкивая с космическими лучами светом звезд нейтрино темной материей и всевозможными частицами массивными и безмассовыми невозможно избежать космического микроволнового фона куда бы вы ни пошли черные дыры постоянно поглощают материю и энергию и растут в массе и размерах да они также излучают энергию но чтобы все существующие в нашей вселенной черные дыры начали истощаться быстрее чем растут должно пройти около ста квинтиллионов лет она окончательное испарение времени уйдет еще больше человечество все стремится познать вселенную исследовать ее и покорить но вместе с тем пока что практически все здесь окутано тайной неизвестности однако и нельзя сказать что все безнадежно ведь растет уровень технологий уровень наших знаний может быть не так стремительно как многим бы того хотелось но прогресс есть например мы уже точно знаем что звезды и галактики расположены в расширяющемся пространстве не просто случайным образом несмотря на хаотичность вселенная это не случайная путаница объектов это может показаться удивительным однако у вселенной есть структура состоящая из массивных нитей галактик вот эти вот все тонкие ниточки самые настоящие галактики все это космическая паутина как назвали ее ученые галактики входят в скопления а те в свою очередь образуют более масштабные структуры связанные между собой гравитационно а вот между ними такие темные разделения это космические пустоты или как их называют войды и они на самом деле имеют просто гигантские размеры да и структуры галактик своими размерами тоже будоражат воображение недаром ведь их еще именуют стенами самый большой из таких обнаруженных на сегодняшний день структур является великая стена геркулес северная корона протяженностью в 10 миллиардов световых лет и содержащие несколько миллиардов галактик кстати о ней мы делали отдельный выпуск кто не видел обязательно посмотрите есть и стены поменьше их обнаруживали еще с прошлого столетия размеры разные но у всех у них есть одна общая черта они находятся очень далеко от нас даже геркулес северная корона удалена от земли на примерно 10 миллиардов световых лет забавно но ученые так внимательно вглядывались в далекую вселенную рассматриваете далекие объекты что пропустили одну из таких стен и забегая наперед весьма немаленькую прямо у себя под носом в 2020 году астрономы обнаружили что за млечным путем существует огромная стена состоящая из тысяч галактик сгустков из триллионов звезд экзопланет а также пыли и газа выстроенных в виде занавеса эта стена особенная поскольку расстояние до нее всего в среднем 500 миллионов световых лет это самая массивная структура которую мы когда-либо видели настолько близко она вьется за пылью газом и звездами нашей собственной галактики от созвездия персея в северном полушарии до созвездия райской птицы в южном эта стена настолько массивно что возмущает локальное расширение вселенной стена южного полюса так ее назвали астрономы это колосс охватывающий невообразимые 1,37 миллиарда световых лет в диаметре поскольку некоторые ее части все еще скрыты от нас эта структура возможно еще больше в ближайшее время астрономы обещали это выяснить но почему же до сих пор никто не увидел одну из самых больших нитей галактик во вселенной прямо у нашего порога во всем виновата зона избегания нет это совсем не страшная штука и не край купола инопланетян которым они оградили от нас космос это просто область на небе закрываемая нашей собственной галактикой при наблюдении космических объектов земли ослабление света межзвездная пыль и звезды в плоскости млечного пути препятствуют наблюдению в видимой части спектра примерно 20 процентам неба за галактикой в результате каталоги составленные по наблюдениям видимой области спектра обычно не являются полными вблизи плоскости галактики это препятствие и единственный способ обойти его это использовать рентгеновские лучи и инфракрасный свет хотя эти методы не дают самых четких снимков кстати вот именно эти 20 процентов вселенной заблокированной зоны избегания оказались там где находится знаменитый великий аттрактор скрытые газовыми и пылевыми облаками и звездами как вы до сих пор не знаете что такое великий аттрактор он был обнаружен в 1986 году астрономы выяснили что галактики на огромной полосе неба в направлении созвездия центавра улетают гораздо быстрее чем предсказывал закон хаббла словно их притягивает что-то вот это вот что-то и называют великим аттрактором мы одними из первых на ютубе делали ролик на эту тему но думаем что он немного устарел и его нужно обновить посмотрите его ссылка справа вверху сейчас и дайте нам знать в комментариях если хотите свежий выпуск на эту тему ну а мы вернемся к новой обнаруженной стене южного полюса как же ее удалось разглядеть если зона избегания так сильно мешает наблюдениям сначала команда исследователей использовала базу данных которая содержит расчеты расстояний до почти 18 тысяч галактик они вычисляются с использованием красного смещения которое измеряет насколько быстро движется какой-либо объект основываясь на том насколько растянуты его световые волны годом ранее другая группа исследователей использовала эту базу данных для вычисления другого параметра известного как особая скорость которая представляет собой скорость галактики относительно ее движения в результате расширения вселенной с помощью этих двух параметров команда могла рассчитать движение галактик относительно друг друга и эти движения выявили гравитационное влияние огромной массы с помощью алгоритмов команда использовала эти движения чтобы отобразить в трёх измерениях распределение материала в стене Южного полюса даже за пределами зоны избегания. Самый плотный участок лежит над Южным полюсом, затем он поворачивает на север, находясь в пределах 300 миллионов световых лет от нашей галактики. Вдоль изогнутого рукава галактики движутся в направлении скопления на Южном полюсе, и оттуда они идут к другой гигантской структуре сверхскоплению Шепли в 650 миллионах световых лет от нас. Стена Южного полюса объединяет множество других космографических особенностей – расположение галактик или их отсутствие, о чём исследователи узнали не так давно. В расширяющейся Вселенной, согласно закону Хаббла, чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это движение заставляет свет от галактик смещаться к более длинным, более красным длинам волн и более низким частотам, словно удаляющиеся сирены скорой помощи. Измеряя расстояние между галактиками, исследователи смогли отличить движение, вызванное космическим расширением, от движение, вызванного гравитационными неравномерностями. В результате астрономы обнаружили, что галактики между Землёй и стеной Южного полюса удаляются от нас немного быстрее, чем должны были. А галактики за стеной движутся медленнее, чем следовало бы. Их сдерживает гравитационное сопротивление стены. Можно долго удивляться тому, как такое большое и не столь отдалённое сооружение оставалось незамеченным все эти годы. Но в расширяющейся Вселенной всегда есть на что посмотреть. И мы обязательно будем рассказывать о самом интересном. видео. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колоколец и поставьте лайк под этим видео. Для вас это пустяк, а для нас это оценка работы и вдохновения на будущие выпуски. До новых интересных встреч! С момента появления человека на Земле появилось и развитие технологий и изобретения. Мы перешли от жизни в пещерах к возможности высадиться на Луне. Нам пришлось переосмыслить нашу среду и переделать её в соответствии с нашими интересами. Что ещё более важно, мы неустанно находимся в поисках знаний всеми возможными способами. Однако есть ли у нас конечный пункт назначения? Сможем ли мы достичь точки, когда всё открыли и уже больше нечего открывать? Чтобы человеческий вид смог пережить новые вызовы, с которыми сталкивается, необходимо перейти на более продвинутые уровни развития. В 1964 году советский астрофизик Николай Кардашов разработал шкалу – метод измерения уровня технологического развития цивилизации на основе количества энергии. Вы, возможно, слышали о ней. Шкала Кардашова. В исходной шкале три типа цивилизаций. Цивилизация первого типа может использовать и хранить всю энергию и ресурсы, доступные на своей планете. Это называется планетарной цивилизацией. Цивилизация второго типа может использовать и хранить всю энергию своей звезды. Это ещё называют звёздной цивилизацией. Цивилизация третьего типа может контролировать энергию в масштабе всей своей галактики. Галактическая цивилизация. На момент изобретения эта шкала не выходила за рамки третьего типа, потому что Кардашов считал, что третий тип – это предел. Однако некоторые, например, писатель-фантаст Хельге Каутс, всё же пошли дальше и расширили шкалу. Цивилизация четвёртого типа может использовать всю энергию своего галактического сверхскопления. Цивилизация пятого типа использует энергию всей Вселенной. Здесь же расположилась под цивилизация пятого B типа. Ей подвластны изменения некоторых аспектов физики Вселенной. И, наконец, цивилизация шестого типа. Она может использовать энергию своей и других Вселенных. Вот эти цивилизации принято называть не Кардашовскими. Ясно, что мы очень и очень далеки до достижения цивилизации шестого типа, но нельзя уверенно сказать, что это и невозможно, при условии, что мы будем продолжать развиваться с каждым поколением. Кроме того, всё начинается с идеи. Нужно представить себе, что цивилизация такого типа могла бы создать, ведь единственный способ предсказать будущее – это создать его. Давайте попробуем. Когда мы доберёмся к этому типу, люди станут богами, обладающими способностью управлять своей Вселенной, как им заблагорассудится. Мы смогли бы к этому моменту ответить на вопрос «одна Вселенная или множество», и в случае второго варианта путешествовать повсюду в мультивселенной. А для этого нам понадобятся червоточины. Это такие мосты через пространство-время, которые сокращают расстояние пути. Сейчас это лишь теория, но цивилизация шестого типа сможет их создавать. Путешествие в космосе, которое обычно занимает тысячи лет, здесь займёт несколько минут. Выход энергии для такой цивилизации непостижим. Она настолько продвинутая, что сможет использовать загадочную тёмную материю для производства энергии. Эта цивилизация достигнет пика своих знаний о Вселенной. Любая область науки была бы максимально усовершенствована. Это знание позволило бы нам по-новому определить наше существование в этой Вселенной. Смерть от болезней? Не, не слышал. Нанотехнологии смогут вылечить всё. Мы сможем обратить вспять старение, напечатать новые органы для себя и исправить любые повреждения, нанесённые нашим телам. Нам вообще может не понадобиться какой-либо вид транспорта. Мы сможем телепортироваться. Уважаемые области, такие как исследовательские науки и теоретическая физика, просто перестанут существовать, так как больше нечего будет открывать. Законы природы были бы основными инструментами, которыми мы ежедневно манипулируем, чтобы реализовать наше блаженное существование. Мы бы также обнаружили и задокументировали каждую форму жизни, существующую во Вселенной. Мы бы научились их создавать. Благодаря нашему безупречному пониманию науки и технологий, мы сможем стать неуязвимыми для разрушения силами природы. Изменение климата не будет проблемой. Мы сможем изменять климат по своему усмотрению. Мы бы контролировали или устраняли штормы, грозы и вулканы. А если астероид вздумает угрожать нашей планете, мы сможем легко изменить его орбиту или даже отправить в обратном направлении. Цивилизация шестого типа вообще может оказаться нефизическим явлением. Мы бы обнаружили и построили нефизическое измерение, в котором может находиться наше сознание. Нам больше не нужно полагаться на наши тела, у которых так много физических ограничений. Существование в облаке будет означать, что мы преодолели ограничения старения, болезней, смерти. Нам не нужны были бы лекарства, протезы. Количество ресурсов, доступных нам в цивилизации шестого типа, было бы колоссально огромным. Ресурсов было бы больше, чем мы могли бы использовать или исчерпать. При необходимости каждый человек сможет обитать на своей собственной планете. Сложно описать всё то, что будет доступно цивилизации такого типа. Обязательно напишите в комментариях, о чём мы ещё забыли сказать. Но в целом как? Сладкое будущее, не правда ли? Ах да, есть же ещё один тип цивилизации, совсем забыл о нём упомянуть. Это цивилизация нулевого типа. И в настоящее время мы являемся именно таковой, и по оценкам специалистов, станем цивилизацией только первого типа, как минимум через 100 лет. Тем не менее, это масштабное начинание окружено множеством препятствий. Есть несколько причин, по которым мы вообще можем не попасть туда. Когда-то экономист Робин Хэнсон предложил теорию «Великого фильтра» в качестве возможного ответа на парадокс Ферми. Он утверждал, что этот фильтр действует как барьер на пути эволюции разумной жизни. В контексте парадокса Ферми, «Великий фильтр» – это то, что мешает цивилизациям достичь уровня, на котором мы можем их обнаружить. В контексте шкалы Кардашова, «Великий фильтр» – это то, что не даёт нам двигаться вверх по шкале. Для человечества «Великий фильтр» может действовать по-разному. Это, например, истощение ресурсов. Выходная мощность цивилизации первого типа оценивается в 10 в 16 степени ватт. При таком массивном пороге начальные потребности в энергии для перехода вверх по шкале колоссально огромны. Чтобы достичь этой мощности, нам необходимо увеличить производство энергии в 100 тысяч раз. Большая часть первоначальных потребностей в энергии будет обеспечиваться за счёт ископаемого топлива, которое может закончиться, не говоря уже об их негативном воздействии на климат. По самым разным оценкам, у нас есть где-то от века до полувека, прежде чем мы исчерпаем наши запасы ископаемого топлива. А значит, мы можем начать движение назад, если у нас закончится энергия для питания существующих отраслей. Ещё одна жизнеспособная стратегия, которая была предложена для увеличения производства энергии – это строительство огромной сферы Дайсона. Сфера Дайсона – это гипотетическая мега-структура, которая полностью охватывает звезду и захватывает большой процент выходной мощности. Она может собирать каждую крупицу энергии от Солнца, что составляет 400 септиллионов ватт в секунду. Однако нам понадобится металл, чтобы построить эту мега-структуру. И существует мнение, что такого количества металла нет во всей Солнечной системе. Всё это – далеко не единственные проблемы. Побочные продукты нашего развития представляют угрозу нашему существованию. Мы всё ещё стоим на пути к самоуничтожению. За последние десятилетия постепенно начали проявляться последствия глобального потепления. Мы видели экстремальные погодные условия по всему миру. Распространены засухи, наводнения, обширные пожары и т.д. Ледяной покров уменьшается, а средние температуры повышаются. При таких темпах изменение климата представляет собой угрозу для будущего человечества. Кроме этого, нам всё ещё предстоит бороться с призраком возможного ядерного апокалипсиса. По состоянию на 2020 год на Земле имеется более 14 тысяч единиц ядерного оружия. Этого более чем достаточно для систематического уничтожения всей суши нашей планеты вместе со всем живым на ней. Бытует ещё один сценарий, который говорит, что существует другой разум, и он недружественный. И именно он будет определять, когда сработает великий фильтр. Идея его состоит в том, что эта развитая цивилизация ждёт, пока кто-то ещё, кто-то вроде человечества, не разработает достаточно технологий, чтобы привлечь их внимание. Затем они приближаются и уничтожают их. А значит, нужно не выдать себя, и единственный вариант – молчать, оставаться дома. Но это также означает, что нам придётся остановить все технологические разработки, что, по сути, помешает нам достичь цивилизации хотя бы первого типа. Достигнуть уровня цивилизации шестого типа, конечно, это слишком долгосрочная перспектива. А вот движение к цивилизации первого типа более реально. Но это та ещё задача со звёздочкой. Если мы продолжим устойчивую восходящую траекторию, мы сможем сделать гигантский скачок в будущее. Следующие сто лет дают большие надежды в развитии науки, чем когда-либо прежде. Но для этого нам нужно объединить ресурсы, рабочую силу, знания и капитал со всех уголков мира. А это сложно реализовать. На протяжении всей современной истории человечество ведёт войны друг против друга. Постоянно приходится балансировать между напряжёнными дипломатическими отношениями, торговыми спорами и территориальными претензиями. Мы по-прежнему сталкиваемся с такими проблемами, как чрезвычайные гуманитарные ситуации, политическая борьба и многие-многие другие. В свете этих проблем всё больше и больше тех, кто считает освоение космоса или футуристические инвестиции в технологии пустой тратой времени. У нас есть другие проблемы, которым нужно посвятить и время, и ресурсы. Но пока мы все не объединимся в наших целях, мы просто не дойдём даже до цивилизации первого типа, не говоря о шестом. Всё, что мы делаем сейчас, имеет далеко идущие последствия и определяет, будет ли наш вид продолжать развиваться. Есть два варианта. Либо в 2120 году мы будем обсуждать, как перейти к цивилизации второго типа, либо мы вернёмся в каменный век, если вообще не уничтожим сами себя. Что ж, осталось сделать выбор. Есть во Вселенной множество потрясающе красивых, но при этом жутко опасных объектов и явлений. Это и вспышки сверхновых, порождающие красочные туманности и пульсары, вращающиеся с невероятной скоростью. Здесь и целые галактики, содержащие в себе, помимо прочего, вышеперечисленные объекты. У всех них есть нечто общее. Они являются источниками гамма-лучей, смертельно опасных для всего живого. Гамма-лучи или гамма-излучения – это один из видов электромагнитных волн. Для того, чтобы ядро химического элемента атома излучало гамма-частицы, оно должно быть в возбуждённом состоянии, то есть ему сначала нужно передать энергию. И тогда, переходя в обычное состояние, оно будет излучать поток фотонов. Гамма-частицы, испущенные своими источниками, на огромной скорости сталкиваются с материей, проникают в неё и начинают взаимодействовать с её атомами и молекулами, изменяя их. Энергия излучения передаётся атомам и молекулам материи, превращая их в заряженные частицы – ионы. От гамма-лучей очень сложно защититься. Оно обладает большой проникающей способностью, буквально пронизывая человека насквозь. Для защиты от него недостаточно простой одежды, медицинских масок или перчаток. Для защиты сгодятся только материалы очень высокой плотности, через которые гамма-излучение не пройдёт. Свинцовая стена толщиной несколько десятков сантиметров или бетонная стена толщиной несколько метров. Некоторые из таких лучей генерируются переходными процессами, такими как солнечные вспышки или взрывы сверхновых. Но есть и другие, намного мощнее, у которых имеется устойчивый источник – чёрная дыра. В центре большинства галактик, в том числе и у нашего Млечного Пути, есть ядро, которое представляет компактный, но очень массивный объект – чёрную дыру. Их масса равна десяткам миллионов или даже миллиардов масс Солнца. Будучи на начальном этапе развития, сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. По мере приближения к чёрной дыре заряженные частицы разгоняются, сталкиваются, и это приводит к сильному излучению света. Такая чёрная дыра при этом имеет мощное магнитное поле, которое дополнительно закручивает падающие частицы и собирает их в тонкие пучки – джеты, разлетающиеся от полюсов. Их свет настолько яркий, что сопоставим по яркости с триллионами Солнц, и, естественно, мощность таких лучей просто колоссальна. Если такой луч пройдёт на расстоянии хотя бы 10 световых лет от Земли, на ней уже не будет жизни. Эти джеты называются квазарами или блазарами. Так, минуточку. Что такое квазар, известно многим нашим зрителям. А вот что такое блазар? По сути, это то же, что и квазар. Вернее, подкласс квазаров с некоторыми различиями, конечно. О них мы поговорим дальше. В целом, точное представление зависит от угла наблюдения. Например, если мы видим струю, перпендикулярную нашей линии обзора, то мы видим радиогалактику. Если струя находится под углом, то мы видим квазар. Ну и, наконец, если она направлена прямо на нас, то это блазар. Поэтому, когда сверхмассивная чёрная дыра является активным ядром галактики, её можно назвать квазаром, блазаром или радиогалактикой, получается в зависимости от того, под каким углом она к нам повёрнута. Первый найденный блазар был первоначально ошибочно идентифицирован как нерегулярная переменная звезда. В 1929 году немецкий астроном Куно Хоффмейстер опубликовал каталог из 354 объектов, которых он считал переменными звёздами. То есть, такими звёздами, которые меняют свою яркость в течение довольно коротких периодов времени. В этот каталог был включён объект, который назывался Би-Эль-Ящерицы. В конце 1960-х астрономы стали замечать, что этот объект становился то ярче, то тусклее, однако не вполне предсказуемым образом, и, казалось, излучал много света в радиоволновом режиме, что было не характерно для звёзд. Дальнейшие исследования показали, что Би-Эль-Ящерицы был слишком далеко, чтобы считаться звездой галактики Млечный Путь. И в некотором смысле его поведение было больше похоже на другой таинственный объект, обнаруженный астрономами ранее, квазарами, чем на переменные звёзды. В конце концов, астрономы обнаружили, что Би-Эль-Лак на самом деле был ярким объектом в центре далёкой галактики. Стали доступными для наблюдения и другие объекты, которые разделяли странные свойства Би-Эль-Ящерицы, называли их объектами Би-Эль-Лак. К 1980 году астрономами было предложено название Блазар от сочетания слов Квазар и названия переменной Би-Эль-Лак. Есть ещё и Лацертида, тоже от первоисточника Би-Эль-Ящерицы. Дело в том, что на английском это будет вот как вы сейчас видите на экране. Отсюда и название. Сегодня вместе с некоторыми квазарами Блацертиды объединяют в класс Блазаров. Исследования 1980-х и 1990-х годов показали, что яркий радиосвет от Блазаров исходит от струй материала, движущихся с релятивистской скоростью. К середине 1990-х годов астрономы определили, что Блазары, Квазары и некоторые другие явления яркой галактики, которые они наблюдали, принадлежали к одному и тому же семейству объектов – активным ядрам галактик. На сегодняшний день есть две модели проявления Блазаров. К первой из них относятся радиоквазары плоского спектра, которые показывают мощное излучение от активного аккреционного диска, гораздо более высокую яркость, меньшие массы чёрных дыр и меньшее ускорение частиц в выбрасываемых струях. К другой модели принадлежат Блазары, называемые лацертидами, в которых полностью доминирует излучение от струй с высокоэнергетическими частицами, а излучение от аккреционного диска – слабое или отсутствует. Лацертиды выделяют по основному признаку – высокой переменности блеска. В отличие от квазаров, в спектрах лацертид отсутствуют яркие эмиссионные линии, и также у них характерно наличие радиоизлучения. Скорее всего, лацертиды – успокоившиеся квазары, выявшие лёгкодоступное вещество и севшие на голодный паёк. Их гораздо больше на единицу объёма, чем Блазаров, по крайней мере, в современной Вселенной, но видны они только с небольших красных смещений. Например, объект CTA-102 – это блазар с красным смещением, хотя почему-то на Википедии он именуется квазаром, свет которого шёл к нам около 7 миллиардов лет. Как и все блазары, он демонстрирует сложную, нерегулярную переменность своего излучения, регистрируемую во всех диапазонах электромагнитных волн. Недавно, осенью 2012 года и в конце 2016 года, у этого блазара было две вспышки. Он увеличивал свою яркость в десятки и сотни раз за несколько недель. Физические основания переменности блазаров пока всё ещё являются предметом обсуждения. Базовая модель этих объектов предполагает, что вещество в джетах блазара выбрасывается со скоростью близкой к скорости света, чем объясняется его излучение в узком диапазоне углов и высокая яркость этого свечения. Излучающее вещество при этом распределено неоднородно вдоль джета, и более того, разные части джета излучают преимущественно волны разной длины. В результате чего мы наблюдаем сильно переменный источник, яркость которого в радио и оптическом диапазонах меняется несинхронно, но с небольшим сдвигом в ту или иную сторону. Однако такое объяснение имеет серьёзный недостаток. С его помощью сложно объяснить наблюдавшуюся переменность CTA-102 и его яркие вспышки, не создавая при этом сложной модели с большим количеством параметров и её последующей тонкой физической подстройки. Опыт естествоиспытателей требует обратного. Чем проще физическая модель, тем вероятнее, что она имеет отношение к реальности. Природа ленива, хоть и изобретательна. Во-первых, если переменность излучения Блазара имеет геометрическую природу, то амплитуды его яркости или потускнения на разных длинах волн должны быть согласованы. Мы смотрим на источник с единым спектром излучения, просто с разных сторон в разные моменты времени. Во-вторых, из-за эффектов той же теории относительности меняется не только яркость источника, но и время его переменности, причём так, что в более ярком состоянии переменность должна быть быстрее. Кстати, самый яркий Блазар на небе носит вот такое вот название. Это и вправду монстр! Во время вспышек он намного ярче любого другого источника гамма-квантов. Его аккреационный диск излучает энергии примерно в 10 тысяч раз больше, чем вся наша галактика во всех диапазонах. Прямых измерений массы чёрной дыры нет, косвенные оценки указывают на порядок величины миллиард солнечных масс. При массе чёрной дыры в миллиард солнечных её гравитационный радиус – 3 миллиарда километров. Радиус последней внутренней стабильной орбиты аккреационного диска – 10 миллиардов километров или 8 световых часов. А время обращения по ней – несколько дней. Этот Блазар удалён от нас на расстоянии 7,7 миллиардов световых лет. Для своего типа это довольно близкий объект. К тому времени яркие эквазары стали потихоньку вымирать, их золотое время было больше 10 миллиардов лет назад. Так что вполне возможно в будущем к нам дойдёт свет из самых далёких Блазаров, и возможно он поможет нам ещё лучше изучить этот космический феномен. До новых интересных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok